Весна ярче всего ощущается в Староскольском зоопарке. У кошачьих наступил период брачных игр, а у оленей время леньки. Привыкают к новым местам африканские зебры. Шесть полосатых лошадок, самец и пять самок прибыли к нам из Танзании. Поближе с новичками познакомилась наша съемочная группа. Топот полосатого табуна в Староскольском зоопарке слышен издалека. Правда, пока животных не видно. Зебры из Танзании разместили в крытом вольере. Сейчас у черно-белых лошадок период адаптации. Резвые, но пока еще очень пугливые. И на контакт они особо не идут очень осторожно. То есть даже к персоналу, который занимается их обслуживанием, уборкой у них, они относятся пока еще очень осторожно. Но я думаю, что наши посетители, очень щедрые на угощение, их быстренько приручат. К трехлетней точке зебры, оставшиеся в нашем зоопарке, приехали пять кобыл и один жеребец. Им по полтора года. Лидирует в табуне на правах хозяйки и старшей в семействе точка. Правда, отношения с новоселами сложились не сразу. Были конфликты, были кто в доме хозяин разборки. Ну, теперь все стало на свои места, и они вполне мирно сосуществуют. В природе зебры обитают семейными табунами. На одного самца в таких семьях приходится также пять-шесть кобыл. Потомства от новоселов ожидают через пару лет. Как только потеплеет, полосатую семейку переселят в летний вольер. В будущем сотрудники зоопарка планируют обустроить летний вольер для совместной экспозиции с жирафой. Требуются работы провести технические, сделать ограждения, сделать отжимы для посетителей, то есть еще очень-очень много работ надо провести. С приходом весны поведение животных меняется. Особенно это заметно по семейству кошачьих. Львы становятся игривыми. У них начался период брачных игр. Львы, да, очень сильно кричат по вечерам, по утрам. Раздается рык нашего льва Бонни, который тоже показывает, что он здесь самый главный. Запах весны почуяли и медведи. Совсем скоро, как потеплеет и просохнет земля. Многие обитатели зверинца переедут из скрытых вольеров в летние.